Мне было 7 лет, когда произошло то, что навсегда осталось в моей памяти. Мой дедушка внезапно умер в возрасте 54 лет. Само осознание того, что его уже нет, и что ты не сможешь больше с ним поговорить, было трудным для осознания и принятия. Самые глубокие чувства сожаления наполнили мою душу. Момент самих похорон разорвал мое сердце. Вот он, твой близкий человек, он рядом, но он не дышит, он не отвечает, не улыбается, в нем нет жизни. Фактически ситуация безнадежная, и в голове вопрос, а что это все? Больше нет надежды на встречу? В мире, где жизнь и смерть переплетаются, каждый из нас в какой-то момент сталкивается с неведомым, непреложной истиной о нашей смертности. Уже в 7 лет я ощущал тень смерти над своей жизнью, но в то же время и старение, непреложное доказательство нашей смертности, напоминание о том, что время не щадит никого. Все это звучит настолько безнадежно, бесперспективно. Душа болит от подобных размышлений. Но все же я не хочу быть исключительно пессимистичным, потому что Библия сообщает нам о том, что смерть будет уничтожена. У нас есть надежда. Именно об этой надежде пишет пророк Исаия в 25 главе и в 9 тексте. Именно надежда на скорое возвращение Христа давала основания для веры и силы проходить все те проблемы и трудности, с которыми сталкивается любой человек. И скажут в тот день, Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, И Он спас нас. Сеясь Господь, на Него уповали мы, Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Перевод российского библейского общества дает нам следующий вариант этого текста. Будут говорить в тот день, Это наш Бог. Мы надеялись на Него, И Он даровал нам спасение. Это Господь. На Него надеялись мы. Будем же радоваться, ликовать, Ибо мы спасены. Наш текст, Исаия 25 глава 9 текст, Находится в первой части книги пророка Исаия. В подразделе с 24 по 27 главы. И этот подраздел имеет название Господний новый мировой порядок. Сама 25 глава часто называется Господне благословение. 24 глава это пророчество о том, Что придет время, когда законы Бога будут установлены по всему миру. Что в свою очередь приведет к всеобщим благословениям, О чем нам и повествует 25 глава. И одним из таких благословений будет восстановление Израиля, О чем нам сообщают 26 и 27 главы. 25 глава начинается с того, Что автор прославляет Бога за исполнение обетований, О разрушении города зла. Крепость, которую противники Израиля называют опорой, И неприступным местом, То, чем они очень сильно гордятся. Результатом этого разрушения или разрушением этого города Становится факт того, что народы поют песнь, Благословляют Господа. Эта совместная песня хвалы основана, Во-первых, на том факте, что Господь совершил чудесные дела, Доказывая, что Он был верен, И что Он уверен в целях своих издавна. Во-вторых, в песне отмечается разрушение Господа могучего города, Который символизировал сопротивление владычеству Бога. Об этом городе есть упоминание как в 24 главе, Как в 25, так же и в 26 главах. Итак, в-третьих, песня признает Господа, Как доброго царя, защитника бедных и нуждающихся. Упоминание об этом мы находим в 4 и 5 тексте 25 главы. В третьем тексте мы читаем, Что Господь ответит на факт признания Его народами. И уже в 6 стихе Он говорит, Бог устроит пир на горе Сион для всех народов. Господь устроит обильный пир, которым все народы будут наслаждаться. Вместе разногласий и конфликтов уже не будет. Как много времени занимают эти разногласия и конфликты. Но будущее, великое будущее Бога будет включать в себя полное единение и отсутствие разногласий. Наш сегодняшний текст развивает тему, которая впервые была затронута в Исаии во 2 главе, в 1 тексте. И мы читаем, Теперь мы считаем, что Бог собирается осуществить обещанное чудесное будущее на этой горе, то есть на горе Сион. И славное будущее будет включать не только Израиль, но и все народы. В 7 стихе, в 25 главе книги пророка Исаии мы читаем, что Бог разрушит и удалит покров или завесу над народами. Это символизирует явление Господа себя народом. И эту же тему автор далее развивает в последующих стихах. Среди благословений Господа для народов земли мы читаем невероятное пророчество о том, что Он, наш Бог, поглотит смерть навеки и отрёт слёзы со всех лиц, с каждого глаза. Смерть охватывает все народы и все нации в том смысле, что все умирают. Она окутывает в том смысле, что страх и ожидание смерти просто пронизывает человека. Осознание того, что смерть идёт за нами и за нашими близкими, может быть гнедущим. Но те, кто разделяет великое будущее Бога, будут знать только жизнь. Им никогда больше не придётся скорбеть, ибо Господь, Бог, отрёт слёзы со всех лиц. Как правящий Господь, Он устранит проклятие смерти, возникшее в результате восстания в Ведемском саду. Эта надежда занимает центральное место в христианской вере. Ещё одним благословением, которое Господь обещает исполнить, оно описано в 9 стихе, то есть в нашем сегодняшнем стихе. В свою очередь, оно адресовано и к Израилю. И вторая часть 8 стиха 25 главы сообщает, Он устранит позор Своего народа со всей земли. И ответом Израиля будет следующая реакция. Первое, это в 9 тексте мы читаем, будет верность. Они ждали Бога, доверяли Ему. Второе, исповедание. Это Бог наш, это Господь наш. И третье, признание, как спасителя и как источника радости. Друзья мои, какое чудесное описание второго пришествия Христа содержится в этом тексте. Что ж, мы всё ещё живём со смертью. И многие из нас живут со страхом смерти. Мы всё ещё живём с разногласиями между нациями, друг с другом, с людьми, с обществами. Мы всё ещё с нетерпением ждём того дня, когда Бог всё исправит. Он придёт во второй раз и навсегда уничтожит смерть. В книге Откровения, в 21 главе, с 1 по 6 текст содержатся слова, отражающие надежду Исаии. Мы читаем следующее. Бог отрёт всякую слезу сочей их. Смерти больше не будет. Плача, вопля, болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. День Господень быстро приближается, когда Бог собирается совершить все свои планы и цели. Именно эта надежда двигала многих людей сквозь годы и ужасные преследования. Именно эта надежда даёт смысл в этом мире, где мы повсеместно встречаем боль, непонимание, разрушение и смерть. В книге пророка Исаия, в 25 главе, в 9 тексте говорится, скажут в тот день, вот это Бог наш, мы ждали Его, чтобы Он спас нас. Это Господь, Которого мы ждали, возрадуемся, возрадуемся Его спасению.